улица островского самый мой любимый подъем на блеск на западной поляне он такой довольно непродолжительный и довольно пологий сегодня поход в большую валяйку ни разу там не был давно хотел посмотреть там храм и возможно источник живоносный должен быть вот еду неподготовленным в плане того что не планировал я его заранее а просто проснулся утром думаю надо покататься куда-то съездить открыл карту и увидел большую валяйку решил вспомнил что хотел туда давно съездить расстояние туда по сути-то не такой большой уровень 20 километров но если получится я через лес проеду если сухо будет к сурскому водохранилищу и обратно уже другой дорогой возможно погода довольно приятная не жарко слегка прохладно 12 градусов вот дождя особо не обещали так вроде коротковременно где-то будет ну вот каких-то 5-7 минут ну ладно 7 7 10 минут я в лесу прямо из дома хотя живу в центре города вот такой коротенький путь в арбековский лес еду по загазованной пыльной дороге по таким макар мне еще ехать довольно долго на конец города не удержался перед соблазном не заехать в лес с этой шумной дороге сейчас хочу посмотреть как можно проехать более спокойным путем через веселок у вот в лесу довольно таки ну сыроват еще до не подсохла до конца но все-таки ехать пока можно вот сейчас посмотрю открою карту посмотрю как можно проехать более спокойным путем зайсика ресторан у леса да ну маршрутик мне навигатор построил сейчас давно уже был на трассе все выехал наконец-то из тепличного на трассу там будет новый мост по нему проедусь и потом на лебедевку тут вот удобная велодорожка пешеходная дорожка хороший мост впервые по нему еду на велосипеде буквально несколько месяцев но полгода назад открыли в воздухе почему-то пахнет грибами с морочками кстати сейчас они должны скоро пойти но почему тут был такой запах на мосту я не знаю цепь запела надо смазать ну вот а мне вроде как направо на лебедевке указатель не был да по моему здесь маршрут частично совпадает с тем что на ордынский на ордынский шахан только сейчас после лебедевки мне надо уйти налево на большую валяевку пока все хорошо немного проглотался и мне туда а вот его уже видно отсюда тут километров пять до него наверно и храм от виду же да большой значит ну вот мне еще где-то сколько я буду пять километров ехать 30 а слева аэропорт аэропорт устаю у трапа самолета локатор крутится шанские склоны села ольшанка перед большой валяевкой тут вот на этом склоне какая-то табличка подойду посмотрю может там информация какая-то есть об этих склонах надеюсь тут гадов нет ползучих так охраняемой природной территории памятник природы регионального значения ольшанский склон создан постановлением законодательных собраний пенинской области 99 года площадь 30 гектар вот так катаешься по своему пенинскую область много чего нового узнаешь как вот заповедник охоты рыбалка и распашка земель запрещена разрешены экскурсии кто их проводит неизвестно вот он дожидается меня конь мы вороной ольшанка хорошие домики магазин даже несколько началась вот такая вот грунтовочка не очень хорошие хорошо в пути записывать видео так как пусть проходит незаметней и время интересней не так устаешь торгуют этими огурчиками там всякими продуктами деревенского питания собаки спокойно нет ни одна она меня не начала огрызаться а я подъезжаю а я не знаю как раз я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю это что это Велик на всякий случай приковал, сейчас хочу пройтись, посмотреть, что тут, где вообще открыто ли. А, тут пройти можно? В храм? В храм можно зайти? А, сейчас отпевание идет, да? Сейчас потом спущусь, посмотрю, что там. Скорее всего, это и есть источник. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, это не источник. Наверное, все-таки вон там источник. Люди там какие-то есть. Сейчас все посмотрим. Интересная часовинка в таком стиле византийском. Вот. Отсюда такой вид. Не знаю, мне, наверное, не удастся попасть туда. Он еще, наверное, не закончен. В строительстве его внутренняя отделка. Да, закрыто. Пойду на всякий случай возьму термос. Вот по этому мосточку пойду. Термос для того, чтобы выпить его после того, если там вдруг есть источник, и я искупаюсь согреться. Пойду на всякий случай. Субтитры создавал DimaTorzok Зашел в храм. В храмах очень интересный. Там интересны какие-то есть иконы, святыни. В частности, там был какой-то терновый венец. Вот на английском языке там что-то было написано. Но так немного поснимал. Все добродушные. Поговорил с женщиной, которая записывала записки. Вот она говорит, наверное, замерзли велосипед в одной футболке. Говорит, да не переживайте, у меня есть что одеть. Говорю, больно жарко. Жарко, то спуск, то подъем. Вот сейчас иду, посмотрю, что там за источник, есть ли он. Субтитры создавал DimaTorzok Водичка запьет. Водички не берем. Водички. Свою выльем. Свою вырву в баке. Водички не берем. Попиво. Попиво. Солнечко выглядело, припекает. Тут что, две купель, получается, одна женская, одна мужская, и так, да, видимо, как, где чья непонятно, ну ладно, здесь все равно никого нету, никого нет, где тут, как бассейн, не глубоко, по пояс дым здесь все. Да, вот так трогаешь, умываешься, холодно, кажется, вот когда искупаешься, нормально, терпимо. Тут у меня чаек есть, сейчас, смотри, отсохну, чаю попью, а потом подумаю, потом подумаю, где-то сверли дальше, в Камайку, на Сурцовом, в Крадинище, в Крадинище, в Крадинище, или нет. Посмотрим, в лес заеду, посмотрю, если сухо, попробую проехать. Нормально приковал, и тут же ключи оставил. В общем, спросил я у батюшка, что там за терновый венец с английскими надписями, розговор, сертификат, вроде из Иерусалима привезен, вроде сплетен, из тех же терновых веток, что и Христу венец сплели. Перед распятием. А вот это не знаю, что за строение. А не знаете, что это за купол? Я хотела только попросить. Я первый раз был. Это у нас был там хран. Ну вот, побыл я здесь, в этом живоносном источнике Харьме. Красивое место. Решил все-таки проехаться до Камайки. Навигатор мне проложил там какой-то маршрутик. В принципе, я его уже разглядывал. Вот. Показывает километров в районе пяти. Это вообще нет ничего. Но зависимся от того, что там будет в лесу. Посмотрим. Так что едем. Да, кстати, что-то я еще не кушал. Еще надо где-нибудь подкрепиться там будет в лесу. Выехав из города, я направился в Лебедевку. Проехав ее, увидел указатель Ольшанка и свернул налево. Двигаясь по дороге, въехал в Ольшанку и из нее сразу попал в большую валяйку. Посетив храмовый комплекс и отдохнув, решил разведать лесную тропинку в Камайку. Доехав до нее и убедившись, что путь туда вполне удачный, отправился в обратный путь. Доехав до поворота в большую валяйку, решил проехать лесом сразу в Ольшанку. Перекусив и отдохнув, проехался красивыми местами через хвойный лес на холмы. Полюбовавшись с них красивым видом, выехал на трассу и взял курс домой. Привет. Здорово у вас здесь. Типа шалаша, да? Круто. Ну вот, а мне вперед. Поле и вон в тот лес. И за этим лесом должен быть, должна быть Камайка. Вот. А там и до Сурска упадать рукой. Но, наверное, в Сурску я заезжать не буду. Чуть неохота. А вот вид. Здорово. На полях я гляжу, все уже просохло довольно-таки быстро, потому что снега было очень много этой зимой. Подсохло прям хорошо, буквально за две недели. Но это здесь, на открытой местности, на поле. А вот в лесу сейчас посмотрим, что будет. Там наверняка будет грязь. Эх, сейчас бы сморчков. Но что-то я пока не обнаруживаю. Они, наверное, что-то... Если и есть, то проклевываются. Ветки, бурелом и дятел сучит. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то карты показывают прямо, а прямо там невозможно пройти. А налево попробовать обойти. Нет. Еще. 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 Так. У меня поломка. Крыло отломилось. Жаль. Задел он на вкус. Нафиг тот. И вот, что случилось. Эх, 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 эх. Мишка, мишка. Что же ты не смотришь, куда едешь? Не смотришь, куда едешь. Но держаться-то вообще будет, что ли? На оставшемся. Склеить, наверное, уже не получится, что ли. Идет снова покупать. Жаль. Ну, как я и предполагал, карта оправдала свои надежды. И вывел меня к Камайке. К дачам. У родничка. Проехав через лес буквально, ну, полчаса там какие-то, оказался уже практически вот ближе к Шамышейскому району. К Сурскому водохранилищу. Да, оказывается, тут все везде рядом. Здорово. Сюда же я только буквально вот... Ой, по осени приезжал на автомобиле. Вот. В поисках грибов. А сейчас на велосипеде. На этом же месте оказался. Здорово. Ну, в общем, не стал я возвращаться через... Как я? Через родничок. В общем, через Зайщичное. Через Камайку. А решил вернуться обратно. И уже развернувшись, поглядел карту, мне пришла мысль проложить маршрутик в общем, в объезд Большой Валяевки и Альшанки. И выехать как раз в том месте, где вот этот вот заповедник там, табличка была. Вот. Ну, не знаю, насколько это будет реализуемо. Попробую. Вот. В навигаторе, в ОСМ-картах он мне построил там маршрутик. Сейчас попробую по нему по лесу проехать. Но я голодный. Сейчас где-нибудь остановлюсь. Надо это дело в виде поломки объездить. Да, поехал я этим маршрутом новым. Вижу следы велосипедные. Кто-то уже здесь гонял. Ну, думаю, проеду. Дорога пока, в принципе, для этого времени года очень, довольно-таки сухая для леса. О, везде полянка. Очень мне понравился этот путь. Вот. Два лягки нормально. Ну, так пару подъем. Тут ерунда. Здесь по лесу тоже, в принципе, ничего. В сухую погоду прям замечательно можно выехать. Даже если я решусь поехать в деревню, на велосипеде, то я, наверное, таким путем-то как раз и срежу. Вот. Ну, тут у меня есть все рот, паштет. Все. По стандарту. Субтитры сделал DimaTorzok половины крыла нет. Ну, самое главное, основная часть, которая защищает от грязи, осталась. Ну, что же я зарассеянный? Еду обратно. Забыл сидушку. О, неохота. Лишний километр. А то и два. Ну, вот. До чего доводит рассеянность. Или видеосъемка. Или то и другое. Ножик свой любимый. Чуть не потерял. В общем, отличный путь. Пока мне очень нравится все. Но если бы не поломка, это небольшая. Вот. А относительно пути, маршрута, отличный маршрутик. Вот. Узнал я новые места. Вот. Большую Валяевку, храм, источник новый. Для себя открыл. И тоже, что очень ценно для меня это. Все, я сомневался. Проезд через от Большой Валяевки до Камайки, до Сурского водохранилища. Вот. И все это благодаря приложению картам ОСМ Мэп. И благодаря моему другу Паше, который мне дал толчок для велопоходов и подогнал это приложение. В общем, все, как я люблю. Глушь, дичь и лес. Смотри, вон какой красивый сосновый. Сейчас я еду, видимо, по тем холмам, которые ранее запечатлел, когда выезжал в Сваляевке. Потому что там внизу овраг достаточно глубокий. Видим, я на этих холмах сейчас нахожусь. Здорово. Посмотрим, куда меня вывезет эта дорожка. Ого. Завал. Елочка упала. Так, а там у нас что интересно? Обход или не обход? Тоже какие-то враги. Не, лучше здесь. Обойду. Вырвал сосенку в скорню. Скажется, не место. Немного отклонился от маршрута, чтобы посмотреть вид виды с этих холмов. Да, действительно, я на них нахожусь. Потому что там, да, сейчас видите, большой валяевку храм. Правильно. Сейчас. Сейчас уходит. Так. вот, красавица. Вот и валяевка. Ух ты, куда я выехал? Радиолокатор, что ли? Запретная зона. Не знаю, проеду ли я тут. Сейчас посмотрим. Еще немного с маршрута уклонился. На карте указана смотровая площадка, но что-то я, я не знаю, откуда идти и там ли она указана. Но нашел местечко вот такое офигительное. Такое вот красивейшее место. выше того от дымского шахана. Вы отклонились от маршрута на 60 метров. Я знаю. Я ищу снутровых площадок, которые нет. Но которые есть на карте. А тут я смотрел. Ой, шикарно. Шикарно. Охотничье хозяйство в Вальшнеппене зоре. Ну вот, видимо, и все. Поход к совершению своему подходит. Я еду в город по направлению к городу. Отличный маршрутик. Рекомендую всем прокатиться. Ну вот, я подъезжаю к трассе остановился. Перед лебедевкой подкрепиться. Чайку попью и до дома. Субтитры подогнал «Симон»!